«Мама, что ты могла натворить в роддоме, что не можешь рассказать об этом папе?» Вопрос 15-летнего Сергея заставил побледнеть Оксану, которая только что закончила говорить с подругой по телефону. Женщина думала, что она дома одна и не стеснялась в выражениях, рассказывая о своих проблемах в отношениях со взрослеющим сыном. Впрочем, стычки между ней и Сергеем начались еще 7 лет назад, когда мальчик закончил первый класс. «Я кому говорю? Быстро пошел и убрал за собой, маленький упрямец!» – кричала на сына Оксана. Видя, что мальчик не откликается, она начинала заходиться от крика. На шум прибегал глава семейства Аркадий, который чаще поддерживал сына, чем супругу. «Ксюша, в чем дело? Что за крики на весь подъезд?» – возмущался Аркадий. Он садился рядом с Сережей и заглядывал ему в глаза, не напугала ли его мать своими неистовыми воплями. Сын осторожно смотрел на взрослых, на лице Оксаны была написана готовность отвесить чувствительный подзатыльник. Супруг искренне не понимал, за что жена иногда вела себя хуже мачехи из сказок. «Что ты на ребенка кидаешься?» – выяснял он на отношения с Оксаной. «Когда ты на него кричишь и замахиваешься, такое ощущение, что он тебе чужой. Как можно так орать на родного сына? Он тебе что, личный враг, что ли? В чем Сережа перед тобой провинился?» Жена начинала закатывать глаза. «Слушай, не вмешивайся, когда я, как мать, воспитываю мальчишку. Что ты все время лезешь, куда не надо? Сама разберусь». «Знаю я твое, разберусь», – передразнивал Аркадий жену. «Ты уже однажды так разобралась, что Сережа чуть заикой не стал. Ты его ненавидишь за что-то?» Оксана замолкала и уходила прочь. «Когда мужа не бывало дома, она заставляла сына по десять раз переписывать домашнее задание, если находила помарку или ошибку, комментируя каждое его действие извительным замечанием. «Ну, наконец-то, и года не прошло, а ты написал все-таки свой несчастный русский. Что там с математикой, гений? Когда ты разродишься правильно решенными примерами, осчастливишь меня». Сережа то краснее, то бледнее, стиснув зубы, решал задачи и примеры. Он старался сделать все сам, не показывая родителям, особенно матери. Однако Оксана не оставляла его в покое до тех пор, пока не убеждалась в том, что все сделано. «Ну вот, теперь не стыдно показать такую тетрадь и учителям, а то скажут, что ты вообще как Маугли растешь, что никто за тобой не смотрит». В девятом классе отношения Сергея с матерью накалились до такой степени, что подросток молча выходил из комнаты, когда Оксана появлялась там. Аркадий чуть не получил вывих мозга, пытаясь понять причину вражды между женой и сыном. «Да я вообще эту бабу не понимаю», – жаловался он друзьям. «Пока Сережа был маленький, все было нормально. Как только в школу пошел, Ксюха как с цепи сорвалась. Все пытается доказать мне, что он умственно отстал и его надо отправить лечиться. Как можно такими словами бросаться?» «Может, у нее послеродовая депрессия не прошла», – предположили знакомые. «Говорят, в таких случаях мамаши могут собственных детей возненавидеть». Но ни Сергей, ни Аркадий не подозревали об истинных причинах такого отношения женщины к подростку-сыну. «Да понимаешь, не клеится у меня с этим уродом малолетним», – говорила Оксана. «Он меня в последнее время вообще просто дико бесит. Иногда думаю, надо было его еще младенцем грохнуть». Сергей застыл, услышав эти слова. Он чувствовал, что мать его не любит, но не понимал, что до такой степени, и в чем он перед ней провинился. Оксана тем временем замолчала, слушая ответ собеседницы на том конце провода. Она покачала головой. «Пойми, я не могу сказать этого Аркаше. Он меня никогда не простит за обман». «Да, помнишь та история в роддоме? Зачем я это сделала? Теперь всю жизнь плачу. И рассказать не посмею. Он меня убьет». Когда Сергей решил, что наслушался достаточно, мать прекратила говорить по телефону и повернулась к дверям гостиной, где стоял Сергей. Его взгляд и последовавшая за ним реплика показали Оксане, что она ошибалась, думая, что находится в доме одна. «Признавайся, что ты натворила?» Жестко спросил парень. «Поэтому ты меня так ненавидишь? С рождения? Натворила ты, отвечать своими нервами и здоровьем должен я?» К чести Оксаны она умела принимать быстрые решения, поэтому после короткого раздумья показала сыну на кресло и спокойно сказала, «Садись, надо поговорить». Удивлённый её поведением, Сергей послушно уселся в кресло напротив матери. Та холодно посмотрела на него и скорее выдохнула, чем сказала, «Ты мне не родной сын». «Что ты сказала?» Не поверил ей парень. Видя его реакцию, Оксана повторила, «Ты мне не родной сын, вот в чем загвоздка. Я честно пыталась тебя полюбить, но так и не смогла. Полагаю, мне стоит извиниться за это, но я не стану. Потому что я всё равно смотрела за тобой, пока ты был маленьким, ночами не спала, подгузники тебе меняла. Тогда окончай ломать комедию и расскажи всё, что было», – потребовал Сергей. «Мне надоело быть для тебя козлом отпущения. Должен же я знать, за что ты меня так гнобишь». Сидя напротив подростка, Оксана решительно посмотрела ему в глаза. «Ничего, придёт время, и ты меня поймёшь». «Ты хочешь сказать, что вы меня усыновили?» В глазах Сергея появилось выражение, как у маленького ребёнка, который сделал неприятное для себя открытие. Оксана усмехнулась, она всегда терпеть не могла, когда Сергей так смотрел, и старалась уязвить его побольнее. «Ну, в некотором смысле можешь сказать спасибо папочке. Кстати, он твой родной, папочка». У парня голова пошла кругом. «Что за колесицу она несёт?» Но следующие слова Оксаны заставили его собраться и выслушать всё внимательно. «Ты понимаешь, мальчик, твой папочка всегда был не дурак сбегать налево. Я уже после свадьбы несколько раз ловила его на горячем. Но он всегда упрашивал простить его, что я, как последняя дура, прощала. И так продолжалось первые пять лет нашего брака». Оксана откинулась назад в кресло и посмотрела на Сергея. Тот молча слушал. «В общем, мы решили, что пора обзаводиться детьми. Кредит за жильё был погашен, мы себе во многом отказывали, но закрыли долг перед банком. И очень вовремя. Оказалось, что я беременна. Я была так счастлива, что наконец стану матерью, что не обращала никакого внимания на Аркашу, в смысле, что его поведение с недавних пор заметно изменилось. Но я этого не видела, пока порхала в эйфории. Потом до меня дошли слухи, что мой благоверный связался с какой-то малолеткой и обрюхатил её. Он не давал денег мне, пока я сидела в декрете, ссылался на задержку зарплаты. Оказывается, он полностью содержал её. Ты не представляешь, как мне было обидно узнать такое о любимом мужчине. Но я не подавала виду, притворилась, что ничего не знаю, и стала готовиться к рождению ребёнка. Оксана была поражена, когда узнала, что в соседней палате рожает её соперница, которая поступила в роддом в тот же день, что и обманутая жена. Про пассию Аркадия, старшая акушерка, сочувственно говорила, «Бедная девочка, схватки затянулись, так мучается». Оксана родила легко, чему сама удивилась. Однако её радость от рождения сына оказалась преждевременной. Мальчик умер через час после своего появления на свет. Оксане показалось, что она провалилась в какую-то яму, когда акушерка, отводя глаза, сообщила ей эту новость. В то же время она узнала и то, что соперница благополучно разродилась мальчиком. Оксана сразу сообразила, что делать. Подозвав акушерку, она прошептала, «Отдам, что хочешь, только дайте того мальчика мне». Она малолетка, сама не сможет вырастить, как нормального ребёнка. Пусть лучше смириться с потерей, а я столько лет ждала малыша, что умру, если вернусь домой с пустыми руками. Она смотрела на работницу роддома с таким отчаянием в глазах, что та не выдержала. Акушерка ушла и подложила ребёнка сопернице Оксане под бок, забрав неподвижно лежавшего малыша. Уголки губ молодой матери слегка дрогнули. «Спасибо, как та, молодая?» Ещё не пришла в себя, но криков будет. Так и оказалось. Обнаружив, что ребёнок мёртв, несчастная подняла горестный плач. Успокоилась она только после укола, который ей вколол врач-терапевт в послеродовом отделении. «Родная, я всё понимаю, но такое иногда случается. Ты ещё молодая. Родишь, когда будешь готова. Не плачь». Оксана тихо радовалась, когда услышала, как соперница с кем-то ругалась по телефону. «Да тебе наплевать, что наш ребёнок умер. Не ищи меня больше. Знать тебя не желаю». Она выписалась на день раньше Оксаны, которая с чистой совестью забрала новорождённого к себе. Женщина считала это справедливой платой за то, что эта девушка чуть не разрушила её семью, решив родить от женатого мужчины. «В общем, я привезла тебя домой, но я не смогла забыть своего настоящего сына. Всё время сравнивала, каким бы он мог быть. И я жалела, что всё так сложилось. Ты бы хотела, чтобы не было меня, а был жив твой ребёнок». В глазах Сергея стояли слёзы. Оксана равнодушно кивнула. «Может быть. А может и нет. Прошло 15 лет, но Аркадию я так ничего и не сказала, чтобы он не ушёл от меня. В отличие от меня, у него есть родной сын». Да уж. Сергей не мог прийти в себя от услышанного. «А что с моей настоящей мамой?» «Откуда мне знать?» – пожала плечами Оксана. Она уехала сразу после выписки, насколько я знаю. Медсестра тоже уволилась и уехала в другой город. Она говорила, что у неё есть там родня и предлагают хорошее место. А что касается нашего папы, этот дурак оказался настолько близоруким, что не может и сейчас понять, почему я к тебе так отношусь. Каюсь, я оказалась не готова к последствиям своего поступка. Думала, что не будет никакой разницы. Ребёнок и в Африке ребёнок. Но оказалось неправда. Я не смогла полюбить тебя. И сейчас я скажу тебе то, что Аркаша тоже не знает. «Что на этот раз?» – всполошился подросток. «Ничего особенного», – усмехнулась Оксана. «Если ты зол на меня, то тебе будет приятно узнать, что последние три года я выплачиваю свой долг перед твоей матерью. У меня онкология. Врачи говорят, что мне осталось, ну, чуть больше года». Сергей смотрел на неродную, как выяснилось, мать огромными глазами. Она так спокойно говорила о своей смерти, словно для неё это было самым обычным делом. Неожиданно он вскочил и обнял женщину, крепко прижал к себе. «Мама, прости меня, я не знал, что ты болеешь. Прости, пожалуйста». «Серёжа, я тебе не мать, пойми». Оксана оттолкнула его от себя. Она была не готова к тому, что мальчишка станет так себя вести. Пожалеет её вместо того, чтобы возненавидеть. А она всегда терпеть не могла, когда её кто-то жалел. Сергей молча посмотрел на неё и вышел. Через несколько минут он появился на пороге комнаты, держа в руках большую дорожную сумку. «Я пошёл, мне здесь не место». Он ждал, что женщина, которую он считал матерью всю свою жизнь, скажет ему на прощание что-то душевное и тёплое. Но вместо этого Оксана кивнула. «Идёшь? Тогда давай быстрее, у меня много дел». «И тебе не хворать», – пробурчал Сергей, выходя из квартиры. Он не понимал, как она могла так равнодушно смотреть на его уход и что она скажет отцу. Он ведь души в нём не чаял с самого детства, всегда старался угодить своему единственному наследнику. «Да ну его!» – Сергей рассердился, вспомнив об отце. Он оказался настолько слеп. Когда Аркадий вернулся, в квартире была одна Оксана. Мужчина удивлённо посмотрел на неё, обнаружив отсутствие сына. «Почему ты не помешала ему уйти?» «Как ты себе это представляешь?» – насмешливо ответила женщина. «Не забыл, что он выше меня на две головы. Поживёт один, вернётся. На что он вообще будет жить?» «То есть тебе всё равно, что будет с нашим единственным сыном?» – возмутился Аркадий, услышав слова супруги. Та в ответ пожала плечами. «Если ты не в курсе, есть такая вещь, как взросление. Если Серёжа решил уйти из дома, чтобы повзрослеть, ничего плохого в этом не вижу. Не будет же он всю жизнь сидеть на нашей шее». «Что ты за мать?» – воздел руки к небу Аркадий. «Как будто чужого ребёнка растишь». Оксана, несмотря на свою решимость, снова не посмела признаться мужу в том, что было 15 лет назад. Она и сказала об этом Сергею, потому что слишком хорошо знала его ранимый и обидчивый характер. Он с детства был таким, чуть что не так уходил. Обидят его дети на площадке. Сергей собирает свои игрушки и с мрачным видом топает назад в квартиру. «А ты почему с детьми не играешь?» – спрашивали его родители. На что мальчик отвечал, что ему не нравится, как они с ним обращаются. «Меня Павлик толкнул, а Миша посмеялся», – жаловался сын Аркадию. «Ну ничего, иногда такое бывает», – говорила Оксана, пытаясь вернуть Серёжу на площадку, но мальчишка был упрям и категорически отказывался выходить. Аркадий после ухода сына долго не хотел разговаривать с женой. Он обвинял её в равнодушии и чёрствости, нежелании сохранять семью в угоду своему больному самолюбию. «Другая женщина на твоём месте всё бы бросила и побежала за сыном, но только не ты», – кричал Аркадий весь красный от гнева. «Только ты можешь сидеть и заниматься своими делами, когда твой сын уходит из дома, как будто ты всю жизнь мечтала избавиться от него». Если бы он знал, как был близок к истине. Но Аркадию и в голову не приходило ничего подобного. Поэтому он обходился тем, что узнавал от полицейских, есть ли новости о сыне. Полицейские, в свою очередь, вяло рапортовали о том, что поиски ведутся, но пока безуспешно. Аркадий обратил внимание на состояние Оксаны только тогда, когда она потеряла сознание прямо за столом во время обеда. Женщина повернулась, чтобы достать из хлебницы кусок батона, и рухнула на стол. От грохота супруг прибежал на кухню из ванной, где мыл руки. При виде Оксаны, распластавшиеся на столе, у него похолодело внутри. «Ксюха, что с тобой? Очнись, прошу тебя, Ксюша!» Подняв её на руки, мужчина отнёс жену на диван и позвонил в больницу. С трудом, подбирая слова, Аркадий путанно объяснил, что случилось. Решив, что у женщины инсульт, медики прибыли за какие-то 15 минут. В больнице Оксана провела несколько дней, пока проводили обследование. Его результаты поразили Аркадия. Он боялся, что потеряет супругу в ближайшее время. «Почему ты не сказала, что у тебя онкология? Почему молчала?» Оксана равнодушно отвернулась к стене. «Какая разница? Тебе всегда было всё равно, что со мной. Ты вспоминал обо мне, только если тебе нужно было что-то от меня». В её голосе звучало неприкрытое горечь и сарказм. Аркадий хотел было возразить, но, видя мёртвенно-бледное лицо, Оксаны не решился. Когда в палате воцарилась мёртвая тишина, раздался телефонный звонок. Это был Сергей, который вспомнил, что у него всё-таки есть отец и мать, точнее, та, которую он считал своей матерью. «Серёжа, сынок, это ты?» Подскочил Аркадий, забыв о том, что находится в больнице, он начал громко и возбуждённо говорить. «Ты приезжай сюда, мама заболела». Оксана отвернулась отрешённо, уставившись в окно. Боль для неё стала невыносимой, и женщине хотелось только одного – прекратить её всеми доступными способами. А если уж у Сергея заявится, что он может ляпнуть отцу на эмоциях? Видимо, придётся рассказать правду, которую она столько лет скрывала от мужа. Через полчаса на пороге больницы нарисовался Сергей, собственной персоной. При виде отца и мачехи молодой человек замер, затем решительно шагнул вперёд. За год отсутствия он вытянулся и стал шире в плечах. В глазах появилось незнакомое прежде выражение, словно Сергей стал взрослее не на год, а на добрый десяток лет. «Серёжа», – прошептала Оксана, протягивая вперёд руки, чтобы обнять парня. Тот неловко склонился над ней и чмокнул её в щёку, по которой потекла одинокая слезинка. «Прости меня, мой мальчик». Аркадий с трудом мог разобрать, что говорила жена, не выпуская из своих объятий парня. Я так и не смогла. Хоть Оксана и не договорила, но Сергей её отлично понял. Она не смогла повторить мужу те слова, которые выплеснуло на подростка год назад о его настоящей матери и участи их умершего общего сына, которого мать Сергея оплакала, как собственного ребёнка. «Ксюша, что здесь происходит? О чём вы говорите?» – забеспокоился Аркадий. Жена улыбнулась. «Прости и ты меня. Я слишком тебя любила, чтобы позволить тебе уйти с другой. Поэтому и постаралась вас разлучить». Аркадий побледнел. «А какой другой ты говоришь?» «На этот раз не выдержал Сергей». «Пап, может, хватит ломать комедию. Она в курсе про твои похождения в молодости, особенно 17 лет назад, до моего рождения». Аркадий рухнул на жёсткий стул, как подкошенный, и перевёл изумлённый взгляд на жену. «Ты ему об этом рассказала?» «Ты лучше послушай, что она сделала», мрачно ответил Сергей, отходя от них обоих в сторону. Супруги уставились друг на друга, после чего Аркадий нерешительно спросил. «И... о чём идёт речь?» Оксана, понимая, что после таких авансов скрывать что-либо бесполезно, поведала, как она 16 лет назад подменила детей. Так любовница Аркадия потеряла ребёнка, а Оксана обрела. И всё это ради него, отца обоих мальчиков. «Ты неплохо устроился, дорогой», усмехнулась женщина. «Ребёнок есть, жена рядом. Что ещё надо для счастья, если любовница глаза не мозолит?» «А так ты для всех образцовый глава дружного семейства». «Господи, что ты натворила?» Аркадий схватился за голову. «И ты столько лет держала всё в тайне. Почему ты рассказала об этом какому-то щеглу, а не мне, взрослому мужчине? Собственному мужу, почему не рассказала?» «Я боялась тебя потерять». В глазах Оксаны стояли слёзы. «Я не могла допустить, чтобы ты ушёл от меня, особенно после того, как умер наш ребёнок. И я забрала этого. Отдала той медсестре всё ценное, что у меня было». Только тут Аркадий понял, почему жена вернулась из роддома без ничего. Когда она туда поступала, при ней была массивная золотая цепочка, кольцо с крупным красным камнем и подвеска в виде бутона розы. После роддома все эти украшения таинственным образом исчезли, а жена отмахнулась. «Да кому нужны эти цацки?» Впрочем, обрадованный рождением сына Аркадий, в тот же день, после выписки, купил Оксане новый комплект золотых украшений, с которыми она редко расставалась. «Аркаша, милый, мне осталось совсем чуть-чуть», прошептала Оксана, глядя на мужа. «Дай мне умереть спокойно. Потом делай, что хочешь. Можешь найти ту свою кралю и жить с ней. Но сейчас я хочу тишины и спокойствия. Это ненадолго, обещаю». Это было слишком для впечатлительного Аркадия. «Обещаешь?» «Что ты мне обещаешь?» «Что сдохнешь, столько всего натворив?» «Я же чувствовал, что ты себя странно ведешь в отношении Сережи, но я даже представить не мог, почему». «А что бы ты сделал, если бы я родила ребенка от другого, а растить бы пришлось тебе, как законному моему мужу?» – ехидно спросила Оксана. Аркадий мгновенно замолчал, пробурчав, что еще увидится. Отец и сын вышли из палаты. В коридоре Аркадий обнял Сергея. «Мне жаль, что так получилось, но я рад, что ребенок от моей любимой женщины со мной». Сергей понял, что отец жил с Оксаной, не любя ее. Мужчина так и не смог забыть свою прежнюю случайную любовь молодую красавицу Арину. Оксана умерла через месяц во сне. После ее похорон Аркадий ходил по парку, как зачарованный, не видя, куда идет. Однажды он наткнулся на Арину, которая за прошедшие годы мало изменилась. Когда они разговорились, женщина сообщила, что узнала, что ее сын жив от той самой акушерки, которая и подменила детей. «Понимаешь, она так жалела, что взяла какие-то украшения у твоей жены. Она не смогла их ни продать, ни носить. Они так и лежали у нее до тех пор, пока не потребовались деньги на лекарства. Только тогда она сдала их в ломбард, но не стала выкупать. А когда она мне сообщила, что мой мальчик жив, я поняла, что должна найти своего сына. Но я не знала, где его искать, потому что не знала, приняла его твоя жена до конца или нет. Если нет, то его могли сдать в детдом или вообще оставить на улице». «Ариша, а почему я тебя не встречал?» спросил Аркадий, не выпуская руки Арины из своей. «Потому что я выезжала за границу, провела там 10 лет», ответила женщина. «Много раз пыталась построить свою личную жизнь, обрести семейное счастье, но не получилось. И последний год провела в поисках сына». «С ним все хорошо», проговорил Аркадий. «И он знает правду, что его мать не Оксана, а ты». «Он это знает?» замерла Арина. Да, ему сама Оксана об этом сказала. Как бы она себя не вела, но она была в целом неплохим человеком. И она очень страдала от того, что сделала, понимаешь? Спустя два года после смерти Оксаны, когда Арина, Аркадий и Сергей стали жить вместе, как одна семья, парень понял в полной мере, что значит настоящая материнская любовь и вера в него, как в любимого сына. Сергей поступил в вуз, получил хорошую профессию и устроился на работу. Он всегда с удовольствием возвращался домой, зная, что его любят и ждут.